Ну еще куда вода? Вода очищенная, пешком несут сюда и пришлось все это подводка на землю вылезть. Приучить их экономии. Кто это? Кому это замечание делал? Ну-ка подними руку. Смотри один из них. Ну вот постарайся, вон там крайний, обрати внимание. Да. Чтобы они знали, что воду надо экономить. Вот здесь, из бачка. Он открыл, она идет и идет. Мыть пойдут. Вот так вот подним вот рожок, течет вода никуда. Вот откни рожок и смочи и разотри хорошо. Не надо мыла, не надо. Зачем вы мыло берете? Мыло это где-то ты мазутное что-то залез. А это легко смывается. Вот мыло начинает переворачивать его в руках, переворачивать, там уже толстым слоем мыло. Он его смыть не может. Теперь он уже не от грязи, а от мыла избавиться не может. И льет, и льет. Вы просто приглядывайтесь. Научи экономно. Второй раз мяснул вот так, теперь хорошо растет, хорошо. Теперь еще раз грязь эту смыл и все. И помаленьку. В бане не стало хватать. Качают, качают. У нас написано по норме тазик. На все про все. Помылся часть тазика. Вторая часть маленький тазик. Вполне достаточно, если не стираешь ничего. Девочка может побольше чуть. Если вон она длинная. Я когда услышал речь Михаила Сергеевича Горбачева, он там где-то на Байкале был. И говорит. Слушайте дословно. Несметное сокровище развратили нас. А в то время это казалось вообще невероятно. Так смело сказать. Мы тратим пресной воды больше нормы в 70 раз. В 70 раз. Это что? Ну кто это потерпит? Зачем такая нация нужна, которая все портит? Обладатели самого крупного пресного моря. Озеро. Советуют обогатиться в Африку провести водопровод из Байкала качать туда. А то они гонят туда ледники. Пока дойдет лед. Вот я уже зарастаял. Так еще дать? Вот у меня отрок. Я жду он когда поедет. Мы ушли все. Позже всех. Мы уже выходим. Экскурсия прошла. У Игоров склад. Является Виталий. Ну как всегда. А где ты был? Что угодно скажут. Ты в лагере был? Один в лагере. Теперь что хочешь думай. Сейчас полная проверка всех карманов. Всех заначек провести. Сейчас выйдешь и вывернешь карманы свои. Все. Зачем тебе такую беду наживать было? Я захожу к начальнику. Начальник мне хороший знакомый. Но ему нужно взять другой документ, который я прошу. Он выходит и я за ним. Да нет, вы посидите. Я ни слова не говорю. Вышел в коридоре стою. А почему они остались? А зачем? У тебя может быть вчера украли что-то. А ты теперь документы не найдешь и будешь думать. А кто же у меня был? Да как и вот он борода был. Ты не хочешь, но будешь думать на меня. Поэтому я не имею права оставаться. А вас за это наказать надо, что оставляете одного человека. И так он пошел в другой кабинет, опять вернулся и им рассказывает. А мне уже там пересказали. Хорошее правило. Никогда ни в одном кабинете я один не остаюсь. Ну не считай, если я лежу там во врачебном кабинете где-то уже. Тут уже ничего нету. А это так умышленно остается. Зачем? Шнырь. Ты меня не убеждай в другом. По карманам лазить. Искать чего-то. Если ты не вор, зачем тебе оставаться? Ты боялся бы как огня этого подозрения. А тебе нужды нету. Как сглыся вода. Сейчас проверите ребятишкам всем, где у вас что лежало. Я вас сегодня уже не оставляю в лагере. Нет. Ты у меня подрубил всякое доверие к себе. Тебе говорено, не говорено, а ты хлюпаешь и все. Веры-то никакой нету и страха Божия нету. Ты заходишь в храм, прочитай. Только глупцы отвергают премудрость. Начало мудрости, страх Господень. Притча 1.7. У нас написано направо, где ласточки. У меня была одна такая. У нас принято это решение. Никто не имеет права оставаться там, где сумки, что остается. А она остается одна. Любовь Ивановна Ягомитина. Ты хорошо знаешь ее? Знаю, знаю. Где она говорит у меня? Знаю. Я говорю, у нас оставаться нельзя. А что я? Воровка что ли? Ну что воровка-то? Все заходят в храм и ты заходи. Зачем тебе одной оставаться-то? Мы договорились не оставаться. Я что воровка? Ну я прошу, выйди. Копается в сумочке. Я что воровка? Воровка. Зачем бы тебе оставаться? Напоролся козел. Воровка. Как она сбрызнула. Ушла она из общины. Ушла и начала поносить все. Если ты не вор, честный человек, ты как огня будешь бояться, чтобы на тебя подозрения не пало. А это нужды нет. Ушли все в храм, он тут хозяйничает. Что он тут делает? Какие камеры заходил? В какие палаты? Валентина Николаевна из Валера. Помню. Авраменко. Она же разбилась. Как разбилась? На автомобиле с внуком. Разбилась. Насмерть что ли? Насмерть? Да. Завтра похороны. Господи помилуй. Дай прощение грехов. Женщина одна. Она много нам помогала. Но христианство было не расположено. Она как бы молилась. И все время что-то у нее такие видения разные. То она начала говорить, что в осенью убьют Путина. Никто его не убил. То потоп будет. Что-то такое вот. Если она разбилась. Где она разбилась? Машина в машине. Но ее покушение несколько было. Доброе-доброе. Она приезжала сюда. Вот эти шторы, материалы, которые это все ее. Господи. Прости мои молитвы за нее. Если можно, помоги ей. Ходила в храм, не ходила она. Похоже, нет. Как-то ее обворовали. Я мусульманство приму. Не помогает христианский Бог. Это ее слова. Ты умею или нет. Я ей стихотворение даже посвятил. Именно в увещательном тоне. Это в книгах надо зарядить Абраменко. Валер называется. Валер. Это ее предпринимательство. Ну, где она так будет. Валер. Это все не свете. По-русски. Шел в контейнеры. Контейнеры с товарами и все разграбили. Ни милиция, ни чего. Ну, сама милиция. Сама милиция грабит. Я был в Америке. Много ездил. Собирал гуманитарную помощь в Калифорнии. Автомобиль, это, наверное, 12 метров от этой длиной. Он как контейнер. Его погрузили. Дошел до Санкт-Петербурга. В склад загнали. Пришла ночью милиция. Все взломала и все утащили. Но что главное, книги, которые я взял, они не были переплетены даже. Я сам переплетчик и сел переплетать. И иконы. Это осталось. Один говорит, я вот сейчас сижу, ем. А тут написано, только для Игнатия Лапкина адрес такой-то. Вы меня простите, у нас есть нечего в Санкт-Петербурге. Один. Швейная машина для лагеря там была. Такого тонкого оборудования. По красному дереву станки немецкие. Богатые материалы. Собирали. Это мне подарили. Ничего не дошло. Все разворовали. И кто? Милиция. Взламывала все. Где эта милиция? Как правило, их живых уже никого нет. Мой отец всегда говорил так. Они говорят, подохли, а я живу. Вот так. Мы проживем и без этого. Поели все? Да. Оля у Нагаева написала. Тебе? Она откуда знает это? Не знаю откуда. Она знает. Может не на смерть? Похороны завтра. Не на смерть? Уже даже дата похоронов известна. По на смерть, конечно. Благодарит. Вот так Тебя, Христи Божий наш, яко насытилась у нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царства. Для Кафатрии учеников пришел и все спаси мир. Да я им прии к нам и спаси нас. Аминь. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и в веки веково. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Прости, Господи, молитва о Валентине. Она так много нам помогала. Что можно сделать для нее благо? Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так. У нас воровство завелось одно время. Несколько лет назад. Я взял вот таких вот цыганят. Крепкие, здоровые. А вот так вот, чтобы привязываться, купаться нельзя. Коммунисты этого не делали. Это хуже коммунистов. Это антихрист настоящий сегодня. Решает. И вода в колодце была там, около пруда. Она, конечно, не такого качества, как здесь. А здесь скачается из-под земли. Этого не было. Просто не было. Они смотрели, как молимся. Такое. От коммунистов не было то, что сейчас вытворяют они. И вот они воровали. Ничего нельзя сделать. Я тогда написал плакатик ей. Она вот такая вот примерно была, как Вика. И вот там у нас было много стружек. Тут мы ее работали, строгали. Я ее на стружки посадил и плакатик в руках держал. Я воровка. Это немного подействовало. Мальчишка воровал. Девчонки выпала гребенка где-то. Он ее спрятал. Нашли в крестинную норку засунул. Зачем? Я сестрянке хотел подарить. Еще нельзя сделать. Это воровская порода. А вот в этой, это у нас называется на куриных ножках. Еще одна была девочка. Она тоже воровала. А тут была Наташа. Она в Америке сейчас приходится Наталья Николаевна. Тихо. Ну, она как-то и говорит. Как-то назвала там Даша, Маша. Говорит, ты воруешь. А почему ты у меня не своровал? Ты видишь, я как деньги кладу где? Так я же вижу, ты каждый день их считаешь. Какая разума. Ты каждый день считаешь их. Так, ты сейчас разбресись своим кельем и просмотрите, у кого что потерялось. Мы предъявим счет тому, кто нарвался на это. Вот у меня в первый день пропала кепка. Я заходил в келью, черная кепка Adidas. Не могу найти нигде. Сейчас пропали бусы. Потом я специально положил деньги, мелочь, на подоконничек. Нету мелочи. То есть кто-то ворует. А бусы-то как легко найти? А почему ты в первый день не спалил? Ну, первый день, но я думал, может куда-то там запало. У меня две кепки. Ну, в счет я в первый день. Ну да, виноват. Ну, там кто? Пересчитай, кто в той помните. Почему мы говорим? Заходить только по двое. Только с разрешения старшего. Они непрерывно в келью, в келью. Это нарушение устава. Ну, а теперь видите, как это полезно. Устава придерживается. Вот я тогда был здесь, но нас никогда не терялось. Этого не было. Просто не было. Вы пресекали в корне. Ну, иди сюда. У меня сегодня пакет тропал в черный. Какой? Я его вон туда повесила. Черный. В нем было мое полотенце банное, виходка, мыльницу с мылом. И шампунь. Ну, теперь что говорить? Уехали сегодня? Это было после. Нет. Это было после отъезда. Ну, тогда вопрос другой. Это значит, что-то где-то... Кто-то пошутил. Где-то, может, доставила, забыла. Вы многое оставляете в бане предбанники. Виходки, я их оттуда выкидываю. Она не носила туда. Она не нашла здесь пакет. Ну, дальше где? Не знаю. Дети, может, кто-то подшутил, пакет спрятал? Нет. Это серьезное обвинение воровство. Если кто-то пошутил, отдайте и все. Так, не, не, не. Неправильно. Ну, ничего не могу сказать. Помолись, может быть, обрящатся. Так, расходитесь по кельям. Проверьте все, что у вас есть. Взрослые заходят один. Дети не выпускают. Спасибо, что я сказал Паврама Николаевича. Спасибо, что я сказал Паврама Николаевича. Ну, вот, ты уходил. Закрой, говорит, верненько. Я даже не думал. Я даже не думал, что такая поднимется. Давайте это самое попросим за Киталика узнать. Я до чищего ходил. Все, до чищего пошел. Давайте попросим узнать. Ну, подожди, давай дальше посмотрим, что будет. Так, что у тебя в келье твое есть? Что? В келье, что твое есть? Вещи. А? Вещи. Вытаскивай все. Ты уже сегодня не ночуешь здесь. Палатку надо, да? Или что? Так, прям на землю. Сейчас палатку. Реши, палатка не палатка. Переписаны вещи? Ну, а у нас не переписаны еще. Выноси все. Больше палатку в келью не зайдешь. Выноси все. Так, Тони, зайди с ним. Иди так. Зайди. Ребятишек можно пока попросить выйти. Так, дети, выйдите, а потом зайдете. Выйдите, поднимайте. Убей его! Помогайте. Убей его! Убей его! Кто это? Убей его! Не носи все наружу. Что? Это уже не палатку. Так, все. В палатку. А где палатка? На этом палатке? Поскорей только. Ты тебя ждут. Убей! Я тоже ждут! Я взяла! Ты можешь поскорей? Забери столько, чтобы сюда больше ноги не положить. А потом все остальное проверим. Чего он чистил? Да убавь что-то там еще. Выбирай. Сапоги изнутри что-то? Да, я не знаю. Я даже не смотрел. Где наши фишки вещей? Я ему сказал вверх, неужели закроешь? Давай еще раз задержим. Я еще не все вынесу. Так, положи. Проверь, что там есть. Сережа, зайди с ними. Смотрел? Нет, там осталось. Сережа, посмотри. Все. Нет. 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 Так, ты иди ужинай. Нет. Ступай с Богом. Нет. Хорошо, хорошо продумай, чтобы ничего не оставалось. Все, кепка нашлась. Слава Богу. Может еще что-то найдется. Вот так. Так. Все? Все вытащил? Нет. Виталий, я спрашиваю. Все вынес? Нет. Нет. Проверь еще раз, чтобы потом не проситься туда. Так, сзади кто-нибудь, я не вижу. Никита, где? В деревенском не играли. Так, иди сюда. Внимательно наблюдай, что там делается. Какие передвижки там? Что выкладывается, а что берется? Собирает. Я их снял сюда, поставил. Я сказал, там будет, он когда берет. Он сейчас перекладывает. Я же тебя, Никита, послал в эту комнату. И ты оттуда вдруг вышел, и его одного там бросил. Почему? Вы сказали Сергею зайти к нему. Вы сказали Сергею зайти к нему. Но после тебя, когда не нашел, я сейчас заглянул, Никита, Никита, тебя нет, я и сказал Сергею. Потому что ты-то вышел, ты покинул пост. Знаете, Тихоныч, мы нашли пакет. Он был в келье под полкой. А кто положил туда? Не знаю. Ну, кто-то занес, тебе помог. Да, нашли. Видишь как. Сейчас. Так, не грызи рукава. Видишь, а сколько время шарится. Ну, поскорее. Можно вытащить его или нет? Ждем же там. Свою вещь-то взял и вышел. Что там ищешь-то, непонятно. Уже трудно так взять вы эти. Так, подойди сюда. Так, все вещи проверь. Все взял, нет? Нет еще. Солк-тумбочка, да? Опять зайди туда. На одну минуту не оставляй одного. Давай, играй. Можно поиграть сейчас. Можно не подходить. За кого крестить-то завтра будут? Меня. А? Меня. Тебя? Молись, чтобы Господь тебя благословил. Маме передать по камере, они меня смотрят. Хорошо. Сюда вот мелочь положил, нету. А? Сюда вот мелочь положил специально. Возьмут, не возьмут. Нету. Нету. Пакет нашелся. Фуражка нашлась. Ну, а деньги-то это сам искусился. Все? В порядке? Теперь юношей своих запусти, чтобы все проверили себя. Зайди вместе с ними. Пошли. Кто там у нас? Собери, где они там есть. Он, требовал, чтобы все привести. все закрой спрашиваю все вынес нет вроде все на все закрывайте заходите себя проверьте у себя проверьте сначала взрослый потом детей так начинай проверять по порядку у вас важно это все все вещи проверить все там завязано это вот отбросил возьми развяжи помоги ему сказали проверять не нервничай это ты заставляешь нас бдительными быть зачем тебе было оставаться открой сумочку вывали из нее все поехали я подыграю так складывай по одной вещи стой наблюдай так поскорее это экономия когда это по-быстрому сложил и все не пробиваем и неужели это тебя пробьет все таки я еще не то проходил ну все тогда давай остальное по проверяй что там тебя в сумке в этих селожах ты не это проходил ну это значит видавшие виды открой там что сворачивай это лично твое я согласен складывай это все мои вещи что он говорит то все мои вещи и никто тебя не обвиняет что не твои не отбирает загляни там что у тебя в сумке 3 я работал с матушкой надо отдать а что такое ну это мы обрабатывали но отдай осталось отдави этому серёжа возьми забери надо матушке я город дай счеты матушки сказали отдай отдай мы же мимо не пронесем ей отдадим так все стороны там проверь вот это одежу раскинь маленькой все там вы вытряхни а ты свои синие штаны нашел на складывай книги проверь вот эту проверь я ничего не буду проверять так сама прокинь и и вот эту сумку я прокидывать на смотри так откуда у тебя эти книги это мне надежда васильна подарила ну ладно все складывай складывай упаковывай так что можно было вынести на спире что там у него чайная трава скрадывай все вместе запечатывай чтобы можно было на плечах вынести все может хватит снимать на снимать может хватит но тебе себя на на душу тебя никто никто не будет на душой а то ты над душой у нас стоишь снимай больше не буду все эти боятся то ну вот так неприятность эту сам напоролся на нее сказано одному не оставаться счет зачем ты оставался какая тебе нужна какая холера тебя давила я говорю я да 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 не надо ты все время остаешься один и утром на работу идти складывай все на прежнее положение уже не встать а это виктор помоги ему возьми так в рюкзак можно вещи проверяйте самое ценное что у вас есть а вот это трудно проверить ему можно пойти проверить да можно с кем-то с мишей вдвоем я уже поверил ну взрослый кто нибудь сзади сзади с ним маленький не надо все ушел ушел на душу не надо стоять все вы же посмотрели все все складывай уже третий раз говорю складывай в рюкзак чтоб можно вынести было я знаю я понял но я еще там наверное ходишь как ничего я сказал больше чтобы туда не заходить я кое-что наверное забыл все таки там я предупредил несколько раз туда хода уже нету в комнату переспросил ты сказал все взял а теперь опять туда надо тебе там мы сами найдем если еще лежит завтра мы все вытряхнем оттуда в любую щель заглянем а где это смородина то растет как тебя это трогает ты смотри точно попали в цель а меня никогда не смущало это хоть днём и сутками снимай ты сейчас ты сейчас не комментируй складывай все вынеси за пределы стану я понял я это сделаю не надо ничего говорить я говорю не надо ничего говорить тебе еще труднее будет пятиться тебя уже не остановишься несет и несет сказали сделал все и зачем нарываться на дальнейшее то ты уже говоришь настолько недружественно что тебе нужды никакой нет я делаю то что положен начальнику делать так вы спросите а сейчас спрашивать меня листите зачем ты сказал ты один оставался заместителя спросите как как было сейчас вынести вещи застан я вынесу но поскорее выноси возврата назад в эту келью уже не будет вот начинает комментировать кого-то недовольство зачем это нужно ты наперед хоть на полшага смотрел бы в жизни у тебя так бы не было пошли все я остался зачем стан закрыты никого ни одной души нету оказывается душа есть сидит кели все ушли он вылез понимаешь какая штука придумываете сейчас я спрашиваю кто в стане остался никого нету ты понимаешь это как тебя это несет ну выбирай поскорее вынести надо все тут комментирует помоги ему у него не заложен я не могу нормально понимаешь вот я я я-то собирал вообще он такой прям как этот складывай да я не могу тупо нормально просто так если как хрень положить как хрень я вон еще там для книг вот эти вещи там Вот там книжки, как-то, нет, что-то есть. Я потом переберусь, сейчас, главное, у меня ещё кухня там будет, на кухне. Так, мне, Серёжа, возьми эту, в корзинку велосипеда положь, я ей завтра отдам матушке. Утащи туда. Так, всё, палатку собрать. Ну, по палатке не надо топтаться, никакой нужды в этом нету. Стряхните её, стряхните её, чтобы с неё выпало. Там видишь сколько? Отпусти одни, наконец-то. Ну, поднимите, они не могут стряхнуть. Ну, отпусти, ты соринки-то не даёшь. Ну, подними вот так, она упадёт. Ты же сделала из неё корыто. Всё, заворачивай. Семьи? Я нашёл. Так. Держи у тебя. Так, помогите вынести вещи ему. Ему неудобно одному. Застан. Внизу сумку вот это всё. Одному не вынести это. Помоги. Там на скамеечку поставь рядом козла. Говорит, что ещё вещи там есть. Ещё вещи его там есть. Говорит. Говорю, он нету. Сейчас вернётся. Так. Возвращайся за своими вещами. На кухне культа. Заходи туда. Так. Зайдите идите вместе. Быстро. Ни на один шаг не отставать. Возвращай их вон. О, как, вон. О, как, вон. Как. Как. Ну, здравствуй даже... Да. Здравствуйте. Здmouthся. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да? Прошёл в комнату. Это и... Можно помочь царевну? Там, что случилось там? Да, там, вам. С kicks. Так, или это, Агния, Агния, там мальчик качается один, трудно, иди покачайся на качалке, на это, на качалке, вон там, он на качалочке сидит, подойди покачайся с ним. Это Кирилл, это Кирилл его зовут, который качается один, на качалке, так, останови его, так, закрывайте. Так, все? Назад уже, не заходи сюда, без разрешения. Так, Сергея, найдите меня. Сергея. Сергей! Так, возьмем-ка, ты видишь, как, мне еще не надо давить, только ко мне. Так, у вас что? Нет, все нормально, я только копейку нашел, рубль нашел, может быть мой. Так, со мной на месте все, да? Нет, на кровати нашел рубль. И ничего не потерялось у вас? Нет, нет. Значит, такое дело, я специально это для него сделал, прими его туда, в гостиницу, и он намного лучше там будет. Потерпи его, исправлять будем. У нас гостиница отдельно, он один там, а теперь будет двое, вам будет интересно. Иди ему, скажи, это. Ты же не просто вывел, а в лучшее состояние его поднял. Благородно. Конечно. Так, ну-ка отойдите все. Все зайдите, Сан. Зайдите, Сергеем они поговорят. Все? Ну, так, теперь остановись, на, маленько, подержи. Ты понял? Я тебя на высшую ступень поднимаю. Тут детей не было, это гостиница. Там полный покой, но приходить вовремя сюда, будет ужин, все здесь. Ты понял? Голова твоя садовая, вы будете там двое. Там поселишь, кровати отдельно, там все есть. К храму ходить ближе. Ну, а на работу, как всегда, было. Давайте, должен, помоги. Завтра, воскресный день, вы сколько сюда приходите? Давайте, плачу службу сразу? Нет. До службы-то, с Аманова, сюда приходить. А за что? Не надо. Не надо, они спят дольше. Что-то другое. Так, унесете вдвоем? Сережа. Давай. Где-то, где-то там, окуляр еще. Так, все. Помоги ему, это тяжеловато. Сейчас, сейчас, секунду. Да, 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 но как будто все ниже, ниже. Смотрел лево. Поняла? О, Бога. Вот. Как будто ниже. Все, пойдем. А? Теперь я, как будто, застаю. Так он теперь выше еще, ты так, в гостинице, полный покой. С Сережей. С Сережей с собаками. Вот. Я специально это делал. Нашка будет там хорошо. Виталий, мы будем по тебе скучать. Приходи в гости. В гости, да, он почему в гости? Он засор встал и в храм. А в эти дни сюда, утром, как всегда, рано утром 4.30, вставать там будете на зарядку. Меняешь место дислокации. Ничего не забыл, если что, голоси мы тебе принесем. Собирать надо, кушечки. Надо в тяшечку отдельно собрать, кушечки пилить. Так, сейчас принесу. Вот смотри, из озера качается вода. Подземная коммуникация тут идет, закрытая. Бак. Вот что интересно, бак. Думал, какой бак. Размер полтора на полтора. И одна у нас работала на каком-то заводе, который занимается именно железом. Серьезный такой завод. Она пошла, кто будет слушать. Она такая боевая. Я сказала, для детского лагеря вот эти вот плиты-то они нарезали. Тут привезли, сделали. Куда ставить? Бак был там. Крутился, крутился здесь. И вот скажи, тополь, береза, и вошло до миллиметра. Не больше, не меньше. Ну, я под него там кирпича сделал, и все. Вот удивительное дело. Никто не знал, просто произвольно назвал. И вижу теперь, как оно все вошло, и дорогу не загораживает. И туда не сдвинуть, и сюда не сдвинуть. Он мертвый стоит. И на зиму оставим здесь. Все. С повышением. Да какой повышением? Я еще не могу в себя представить. Представляю. Ну, конечно. Так, все, я забираю. Где это, Сережа-то? Сергей, где? Сергей, уходите. Все, уходите, мы заснимем последние кадры. Бери. Так. Ну, а что, прямо сейчас, что ли? Прямо сейчас уходите, все. А вот там, Сергей. Все, ушли они. Выключать можешь. Володя, я все забрал. Поставить. Продолжение следует...